Всем привет! Вы на канале Анны Галич и сегодня будут очень вкусные и невероятно простые пирожные эскимо на палочке. Рецепт эскимошек, а также количество ингредиентов вы найдете в описании под этим видео. Если у вас есть печенье, просто разомните его в мелкую крошку. То же самое можно сделать с любым бисквитом, какой у вас есть. Туда же добавьте сухофрукты. Я использовала клюкву сушеную, она мне очень нравится. К растопленному шоколаду добавляю сливочное масло комнатной температуры и перемешиваю желательно до однородности, но не обязательно. Перемешать можно в чаше миксера насадкой венчик или просто вилкой. Можно даже перетереть руками. Все очень-очень просто. Если вы видите, что масса слишком сухая, то добавьте еще масло или смеси масла с шоколадом. Если хотите, чтобы эскимошки хорошо держались на палочке, то масса должна быть липкой и вот этот комочек не должен с легкостью распадаться. Затем я беру форму для мини эскимо и наполняю ее при помощи ложки. Плотно утрамбовываю ложкой, благодаря чему поверхность будет более красивой. Вставляю палочки, при этом придерживаю массу сверху и снова со всей силы придавливаю ложкой. Выравниваю поверхность и стряхиваю крошки и отправляю в морозилку на 5 часов. Для украшения эскимошек я использую ту же самую клюкву и миндаль, которую я порезала ножом на мелкие кусочки. Эскимошки в этот раз у меня не успели замерзнуть, я их рано вынула, поэтому сегодня вам расскажу, что с ними происходит в таком состоянии. Происходит с ними то, что глазурь плохо схватывается. И это, конечно же, недостаток. Приходится украшать на весу и ждать, когда же она наконец-то застынет, и только после этого ложить на какую-то поверхность вроде пакета или тефлонового коврика. То есть все просто происходит гораздо медленнее. Но есть и достоинства этого способа. Нет конденсата, вот его вообще не будет, потому что эскимошки максимально теплые и влага не хочет к ним притягиваться в этом состоянии. Но снизу может быть клякса, и кто делает эскимошки профессионально, конечно, этот способ не подходит, потому что очень долго. Но для дома самое оно. Сейчас будем дегустировать. Спасибо за ваши комментарии, лайки и репосты. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поделитесь им в любой своей социальной сети. Я буду вам очень благодарна. А еще я собрала для вас в закрепленном комментарии самые вкусные рецепты и мастер-классы по эскимошкам. Заходите, смотрите. Буду вам очень рада.